Да, дорогие друзья, ну что же, всем приятного просмотра, ну и по традиции позволю себе сделать небольшой опрос. Опять же, кто считает, что на карте Трэйн победит команда Форза, давайте 3 в чат. И если вы думаете, что ОДЖИ победит, то, конечно, 4 в чат. Ну и ножи выигрывает все-таки команда ОДЖИ. И вот неприятность уже начинается прямо сейчас. Да. Неприятности уже начинаются, к сожалению. Но я надеюсь, что знаю, что с ними делать, потому что, если нет, то, наверное, 2-0. Наверное, 2-0. Но опять же, может быть и покажут что-то такое сверхъестественное нам, но чего-то пока. Пока в это особо не верится. Потому что у Форз, ну, элементарно были проблемы, там, сегодня против таких коллективов, как, например... Кто у нас на первые были? Копенгаген Флэймс. Они отдавали там 1 в 3 и 1, 2 в 5 они отдавали. Сейчас отдавали против экономических раундов. Но это тоже проблемы, элементарные проблемы, которые пока не знаю, как они будут решать. Но надеюсь, что решат. Ладно, первый раунд, пистолетный, смотрим. Так, ну что в защите? У нас 2 флэшки, дефискиты у Алексиба. Ну и посмотрим, помогут они ему или нет. В атаке же есть 2 флэшки и 1 смок для Джерри. А не, почему так? А почему так? У меня почему-то показалось, что 2 флэшки там было. Окей. Ладно, 1 флэшка и смок для Джерри. Посмотрим, что придумает команда Форз. 1 зелень, 1 сотка и попдог. Ну, судя по всему, это сплит на точку А. Хотя боб отправляется пока что под нижний парочек от своего оппонента. Ну и пока что создаётся иллюзия выхода на базу Б. Пытались сагрить команду Форзу своего оппонента. Сагрить пока не получилось. Ну и теперь, возможно, будет дым как раз-таки под зелень, чтобы зелёнка могла нормально выйти. И сплит на точку А. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь Богдан получает по себе довольно неприятный урон. 4 хп остаётся поджим на зелень. Здесь флит получает флэшку в лицо. По стрельбе НБК всё-таки в конце скоординировался. И пока что 4-5 меньшинство у команды. Форзу погибает ещё Алмаз. Вот тебе пистолет. Вот тебе и здрасте. 5-0. К сожалению, к сожалению. Какая-то она безидейная пистолетка. Это было ну или, по крайней мере, просто не получилось. У команды Форз. Окей. Окей. Грустно, конечно, всё это. Но факт остаётся фактом. Что каким-то образом придётся сейчас через... Да. Форза не будет. Соответственно, будут только лишь глоки. И уже с третьего раунда будем смотреть полноценный Байотфорс. Там не появится авика, там появятся только калаши. Но в любом случае хоть что-то. Это не глок. Тут не должно быть проблем для ООГ в этом раунде, на самом деле. Должны они просто закрывать здесь. Ага, вот так вот столкнулись вместе. Понимаю. Понимаю. И по итогу прыгали вдвоём. Один другого подпёр. И в итоге из-за этого, да, Фейс Крэг погибает. Ну, здесь на самом деле не так это обидно. Это смерть, если бы это была оружейка. Это другой вопрос. А так в итоге, ну, просто отдали глок. Окей. Дали нафармить ИС 600 долларов. Наверх-низе. Ну, Форзы на самом деле просто ждут. Выжидают ошибки от команды ООГ. Возможно, сейчас говорят друг с другом. По поводу того, что будет делаться на следующем раунде, то они понимают, что это пистолетный. Точнее. Ну, по сути, для них, да, это пистолетный раунд. То есть этот раунд забрать больше. Практически невозможно. ИС еще себе. Что было такое? 1200. 1800. 2400 ИСа. Ну, и пятого манта закрывает. Ну, и, кстати, ИСа может купить теперь снайперскую винтовку для своего тиммейта. Может. А есть по коэффициентам? Нет, нет. Разбирается с пятами. Пока не забывайте. Ну, тогда, дорогие друзья, баннер по трансляции. Вы знаете, что делать. Да, наши друзья из Примач предлагают стопроцентный бонус к рамодепозиту. Не забывайте про это. У нас пока 2-0. Пока неплохое начало для ООГ. Но, опять же, наверное, можно будет полностью сказать об этом уверенно, если они сейчас и третий еще заберут. Ой-ой-ой. Кси отлетает. Прям безидейно отлетает. И прям ничего в этом машине для него не получается. Анбеки закрывает алмазера. Ага, вот так вот, значит. Ага. Хорошо. Хорошо. Что дальше? Ну, дальше пока проблемы. И тут уже как бы, ну, на секундочку большинство. И уже 5 в 3. На 2 игрока. Да. Чего-то, чего-то не пошло. Сразу, как говорится, с места в карьер. Но Манту дает промок с АВП. Как-то так понимает, где теперь играет АВИК. 3 опорника было до поры до времени на точке B. Позволить себе так могут играть команда ООГ. Потому что, опять же, преимущество по выжившим игрокам. Да, и 2 опорника на этой позиции хватало. На точке АВИК, конечно же. От Манту еще минус боу флитов сотки. Бомба также подходит под эту позицию. Но если Фейскрэк найдет минус, то как-то в теории, конечно, шансы и будут. Там со спины четвертый номер уже идет куша. Да, Иса погибает. Но вот как раз-таки сейчас придет Вальда и заберет еще и АК-47 себе. Джерри последний. Бомба у него на руках. Ну, наверное, все-таки как-то проще было бы засейвить этот девайс в этом раунде. Перенести его на следующий. Сыграть пару пистолетов и пару тяжелых оборонов в следующем. И снова оружейка, когда будет для команды Форза. Ну, 3-0. 3-0 и правда начало максимально уверенно. Лех комментирует раньше. Ага, Леш, давай-ка. 16, 15, 14, 14, 14, 14, 14. Ага, сейчас что-нибудь будем придумывать, ребят. Ну, это бан, Алексей. Ну, это же не я виноват. Это же все оно само. Вот это вот туда-сюда. Сейчас что-нибудь придумаем. Секунду, пожалуйста. Поскольку иногда все это дело слетает. Так. Меня что, останавливают на 4 секунды? Сколько у тебя сейчас? 9, 8, 7, 6. А чего у тебя? У меня на 6 секунд вперед идет. Ну, Алексей, как бы... Знаешь, как говорят мудрые люди? Кто понял жизнь, тот не спешит. А, извините. Ну, как бы, Алексей, делайте выводы. Сейчас я перезапущу все это дело. И уже от этого дальше. Пойдем. Так, у меня 32, 31, 30... 38, 37. Так, я не знаю. У тебя пул или что? Да. Так поставь на паузу, Алексей. Останавливаю на 10 секунд просто. Так. Так, ну, пока что у нас в этом раунде проблем по хп у ИС. Ему, кстати, манту торопит снайперскую винтовку, чтобы тот с калашом не бегал налево и направо. 13, 12, 11. Тихо. 9. 10. 9. Еще 2 секунды. 6. 5. 4. Теперь у меня на 1 секунду перс... Алексей, не можно считать 1 секунду. Там 9 было вообще-то. А, вообще, да. Ну, мы же снизили до 1, и ты не спрашиваешь. Давай, комментируй, буду собравниваться. 46, 45. Да и обновляю. А, понял. Ладно. Пока от команды Форза инициативы нет на этом раунде. 37 секунд остается до реализации. Ну и выход на Б имеется. От Вальда 1 минус Аджерия размен, но там снова 2 фрага. От манту Алексей. Алексей разменялся неплохо, но... Это всего лишь 2 минуса для игроков команды Форза. 4-0. 4-0. Найс, комментатор считает секунды. Дядечка, мы это делаем, чтобы тебе было комфортно смотреть. Да, я просто могу сейчас как бы запустить, буду комментировать 9 секунд впереди. Я думаю, что тебе это не устроит. А я не могу, то есть, обновить эту... Так, 48, 6, 5. 53, 52, 52. Я это делаю, чтобы синхронизировать. Я останавливаю на 40, когда у тебя будет 40, скажи. Давай. Так, значит, 42, 41, 40. 39, 38. Еее, мы это сделали. Хорошо. Уволен, ну ладно, все. Приходи за место нас тогда. Да, будешь так же считать. Тебя это тоже ждет в любом случае. И мы будем в чатике писать, Алексей Хан, пусть оружие. А, и флит уволен получается. Закрывает его Алексип. Ранняя инициатива от команды OG. Это, кстати, уже вторая оружейка для команды Форза. Начинается она снова неприятно. Так и есть. Начинается она грустненько как-то на данный момент. Но в любом случае пока только минимальное большинство. Пока еще окей. Ксей аккуратно здесь в прицеле прочекивает. Тут НБК, главное тут дочекать. Может, сейчас мочок сюда полетит какой-нибудь, будет замечательно. Либо флешчик. Потому что просто так открываться это... Да, флешка, смок вроде полетел. Так, но пока еще непонятно, кто у нас кто будет выходить. Файскрек, кстати, поджима не дождется, потому что Вальда не рискует. Вальда опытный парень. Решает, что лучше поджимать он ничего не будет. Но 30, между прочим, 5 секунд тем временем. Извините, остается. И вот тебе, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста. Снова рана. Оп, прилетает сюда Молик. А Молик-то стопорит, потому что смочок отдали левее. И уже 20 секунд. А тут Иса в спине. А вот вам здрасте. Так, Алмазера сейчас скорее всего закроют. Не увидел я. А нет, Алмазера не закрывают. Просто там Алекси Бикси, Пауэр последний. Он будет умирать. 5-0. Так, ну мне кажется, настало время паузы. Да, Толя, давай. Пора поговорить. О наболевшем. Хорошо. Пауза есть. Ну что, 3 из 3 получается взятых паузы? То есть, смотрите, ребят. Раз команда Форес берет паузу, значит, следующая оружейка будет за ними. Так это было на предыдущей карте, так это было раньше вообще, в принципе. Как я и говорил, 80% или около того выигранных раундов от тактической паузы. Точнее, после тактической паузы от тренера команды Фореса. Начало максимально уверенно. Команда УДЖИ. Но, кстати, в случае поражения в раунде у них хватит денег еще ровно на один. То есть, проиграв два раунда, то есть УДЖИ могут остаться там с носом. В этой всей ситуации. Ну, давай посмотрим. Останутся ли, поскольку сейчас снова начало такое же. 6-0 у нас было на Ньюке, напомню я вам. Форс летели. Теперь у нас 5-0 на Трейне. Форс летят. Главное, чтобы там никто в тильт не упал. После Ньюка своего. Главное, чтобы все было хорошо. А то знаем мы. Иногда случаются такие не очень хорошие положительные моменты. Иса. Выходит фейскрака. Есть первый минус. Дальше пока затишь я. Джерри. Минус Вальда. Хорошо. Ситуация неплохая. 4 в 4. Но видят, видят, видят на Форесте ноги. По ногам чуть поработал. Но там, в принципе, не страшно. Ну, и... Да, Алмазер хорошо. Находит еще один минус. Это уже интересно, кстати. Это уже максимально интересно. Здесь меньшинство. У команды ОДЖИ есть, получается, Кольт. Есть Калаш. И есть Галил. Все пауэр без армора. Ну и поджим в сотку от Исы. Бомба идет на зелень. 9-й номер. Он же Джерри будет играть. Леркующим Б. Он пока что стягивает на себя максимальное количество внимания своего оппонента. Пытается сконять, чтобы по нему поработать. Игра команда ОДЖИ. Ну и снайперская винтовка от Манту не дает осечки. Но вот сейчас, сейчас уже должен был быть выход на зелень от команды Фореза. Делают они его все-таки с небольшим дилеем. 23 секунды остается у парней из Фореза на реализацию этого раунда. Натан Шмидт в упоре. Натан Шмидт. Первый минус. Натан Шмидт не закрывает флита. И в итоге Алмазер остается 1 в 2. Есть информация по второму оппоненту. Но 10 секунд. Бомбу он готов. Нет, пока что бомбу он ставить не готов. Алмаз проигрывает. И проигрывает перестрелку. Это 6-0. Но провели неплохой раунд. Выбили 4 девайса. Навредили экономике. Но закупка будет полноценная. По идее сейчас у команды Фореза. Да, и вот мы ее дождались. Закупки этой. И давайте. Ну хотя там не у всех закупка полноценная. Все-таки. Но в любом случае. В том случае есть. Девайсы. И возможно. Ой. А чего так больно прилетело? А, понятно. Понятно. А, еще и Манта включился. Все, понял. Это уже что, седьмой что ли? Серьезно? Кси Пауэр, по-моему, я отработал хоть что-то. Манта тут промахивается. Грубо говоря, дает шанс. Команде Форс. Нам тут подсказывают, что он выкинул кольт и не забрал АВП. Да, когда 1 в 1 остался. Да, ребята. Я думал, просто мне показалось. Я не особо придал. Значение этому моменту, раз вы заметили и правда, значит, так и случилось. Но фейлы случаются. Что уж тут. Никто от этого не застрахован. Все мы люди, все мы ошибаемся. Ну и 3 в 4. Джерри. Вальдо его здесь выжидает. А у Джерри бомба. Бомба падает. Нужно возвращаться. Фейскрек сейчас обратно на поп-дог. Зеленка должна как-то играть. Здесь непонятно как. Сей Пауэр погибает. Да, дорогие друзья. Это седьмой должен быть для команды ЛЖИ. Если Дмитрий Алексеев здесь четверых-то игроков не раскидает по сторонам. Но фейскрек пока 1.06. Предпосылы к этим четырем минусам подряд вообще никаких нет. Да, пока здесь в этом плане все как-то сложно и грустно. Ребят, ну за дизайн мы вам уже неоднократно говорили. Ирга228. Вот ты впервые на нашей трансляции. Вот на этом турнире. Седьмая неделя, если что, идет. Уже 7 недель мы одно и то же говорим. Что это клинфит. И нам лишь дают изображение. Мы его показываем вам. Это не наш клинфит. И не мы выбираем всегда. Ты умными словами к ней говори. Верни сигнал. Ну и получаем. Сигнал. Ну или так. Этот сигнал мы вам показываем. Мы не дизайнеры. Мы студия освещения турнира, который нам предоставляют. Нет, нет. Тот же, допустим, если мы комментируем какие-то свои турниры, а-ля там эпицентр. Тогда, да, там делается уже собственный худ и так далее. Поэтому. Ну, поэтому 7-0. Вот в чем проблема. Это и правда проблема. 7-0. И пока в атаке ничего нет. Ну, понятное дело, что в атаке там возьмут пятерку какую-нибудь, да, и все еще шансы эти сохраняются на взятие пятерки. Будет неплохо. Но пока как-то просто мы не видим, за что могут зацепиться ребята из коллектива Форс. Их вот просто перекрывают с самого начала. Тут еще и увидели, как я понимаю, флита, который просочился у нас на Олафа. Да, тут промах, правда. Джерри делает минус по ИСа. И по итогу можно попробовать зацепиться. Правда, Манту снова находит игрока. Еще и дает информацию, что игрок за плентом его Алекси Би перекрывает. Он просто со всех сторон закрывает. Просто закрывает со всех сторон. Ничего не могут сделать. Форс выходит на плент. Вроде пытаются там кого-то, чего-то найти. А не получается. Просто не получается. Ну, еще одна пауза берется от команды Форза. Возможно, там немного игроки даже подгорают. Не исключая этот момент, что вообще у пацанов ничего не получается. Руки опускаются в такой момент. Ну, и задача сейчас Ломобота и дядя Толика. Все-таки встряхнуть как-то команду. Не знаю. Что делать в такой ситуации? Как-то взбодрить. Фраги не получается. Но смотрите, там один, два. То есть, шесть, двенадцать фрагов за восемь раундов у команды Форза всего. В то время, как у Исы одного двенадцать. И у Манту двенадцать. Тут на всю команду двенадцать за восемь раундов. Понимаете, насколько все плохо? Ну, банально не летит. Банально не летит. Или же в пользу команды Ужи сказать, что можно. Тотально перестреливают своего соперника. По поводу, кстати, Ломобота. Я с Толи разговаривал. Толи говорит, что Ломобот у него немножечко иные задачи. Поэтому он КТоли практически... Он больше по статистике, по анализу? Нет, он КТО, но Ломобот к нему практически отношения никакого не имеет. Он говорит, что он особо мне и как-то не вмешивается в мои задачи тренера. Поэтому у Ломобота там какие-то другие задачи. Такие пока не ест. Вот. Поэтому тут полностью на плечи Анатолия. Все это дело, да. Ну вот, вся картина, да, в одном киле. Вся картина на карте. Ну, здесь Андеки, конечно, значительно засолил. А это... Да, это квадрокилл. Вот это правда. 9-0. 9-0. Тут уже думаешь хотя бы так, ну, какую-нибудь призрачную бы там... Четверочку, что ли, Фарзамо набрать в атаке. Просто если 10-0 будет, это снова нет денег у команды Фарзамо. На следующий раунд. Ну, здесь 0-0. Это уж совсем прям потоп Ковчега. Его надо спасать. Его надо спасать. И, возможно, кстати, будет... Если будет поражение в этом раунде, то можно еще одну паузу будет. Маги Форз. Еще одну следом. Ну и 4К47-х плюс снайперская винтовка. И самурад контролит дроп на попдок. Четыре игрока под нижним парочем Б. Готовят раскидку. Раскидки есть, да. Всего хватает команды Форз, чтобы соперника зазонить на этой точке. И хватает одной флешки на выход. Ну вот сейчас, кстати... Сейчас я немножко дам небольшую информацию. Ставится бомба. От Вальды есть минус по Алмазеру. Алмазер чуть... Наверное, положенного. Пытался занять позицию. Ну и в итоге здесь НБК что-то вообще не чувствует. Ни Джейри, ни Фейскрек. Причем два фрага и всех смог. От Ксей есть размен. От Ксей минус 2. Ну а вот теперь уже повеселее будет, по идее. 3 в 2. Тяжеловато здесь уже будет в команде OG влетать на плент. Но здесь Вальды все-таки опередил Ксей. Пауэра по таймингу. Есть минус от Флита. Его здесь выждал Алексик. Это 10-0, дорогие друзья. Так вот, я думаю, сейчас после этого раунда фарзы должны понять, что база Б отпускается на дальнюю. То есть они сейчас зашли максимально просто. Весь акцент делается больше под аппленд и под запуск оппонента и под его ретейк. То есть гранаты, по сути, команда OG не тратит на ранний контест базы Б. Они их потом тратят на выбивание. И возможно фарзам сейчас как раз-таки и стоит этот момент принять в учет. Снова попытаться разыграть базу Б под одну по две флешки. И поставить бомбу и уйти через верх. Как-то попытаться распикать. Либо одного лиракующего в спину через поп-дог. Либо же через сотку нужно будет отправить. Чтобы он закрыл спину. Но все-таки нет. Попытка быстрого выхода на точку А. И тут Вальда. Вальда закрывает Джерри. Ну, фейс. Да. На 11. Так, конечно, да, друзья. Ну, что сказать. Это 11-0. Знаете, что хочется сказать? Главное, чтобы не 16-0. Вот как-то что-то вот... Грустно. Я не знаю. Я особо и не знаю. Я все-таки настаиваю на том раунде, если честно. На каком? Ну, который только что расписал. Чтобы зайти Б. Через флешку. Наставить бомбу и попытаться флэн все-таки удержать. Имея огромное обилие гранат. Но это в следующем раунде, наверное, только будет. Потому что прямо сейчас только пистолеты. И один маг десятый для фейс-крека. Ну, тут Вальда снова на приемке. Шьет одного. Шьет второго. Попадают все-таки последние пули из эмки. Точно в голову Ксе. И по итогу сейчас еще и может здесь... А, там Алекси Ви подключился. Там уже через смок все залетает. И вообще без особых проблем здесь будут закрывать. Но единственное вон, что Джерри сопротивляется. Минус Иса. Есть минус от него. Но этого мало. Хорошо. Нашел голову. У него еще и второй армор. Можно попытаться зацепиться. Где-то было это... Если бы залетало, было бы неплохо. Алмазер последний. 3-1-11 у него счет. Дигл в руках. Плюс первый армор. Попытается здесь найти кого-то. Может быть, перестрелять. Может быть, девайс выбить. Сейвить себе на next round. И вот это вот все. Но здесь, понятное дело, что... Пока и с засейвленными девайсами. Если они будут... Будет туго. Поэтому тут сложновато, друзья. Сложновато. Но алмазер 1 в 3. 30 секунд у него. Вальда там красный. Плюс половинчатый НБК. По сути, два шотных для него. И... Можно попытаться. Оп. Хорошо. Первый есть. Но вот единственное, что он на стеклах не стоит. Да бомба. Вот что единственное. Бомба не была на руках. Она была подсоблена. Да, понятно. Понятно, что бомбы не было. Что он 9 не читал. Вроде как на сутку посмотрел. Да. А так... Не вариант. Ну, 12-0 это уже да. К сожалению. Я... Ну, я, конечно, оптимист во всей красе, но... Оптимист. Да, но, к сожалению, по-моему, здесь точка невозврата только что подошла. Ну, если три подряд заберут, ладно. Выиграть пистолетку и как-то вернуться. Есть размены Манту и Флит. Флит минус 2. Ну вот, 4 в 3. Рада Манту снова отвечает минусом со снайперской литовки. НБК из тормозов закрывает. Фейскрек. Ну и 2 в 2. Манту с АВП пока не прощает соперника. Что на точке, а что на точке Б. Ну и, по-моему, понимает, что в тайме скачет зеленый может пройти оппонент. Так, все пауэр минус. И еще одно минус. Это минус 4 от снайпера команды УДЖ. 13-0. Почему играют они обольны нам? Это хороший вопрос. Хороший вопрос, друзья. Ну, у всех бывает плохое время. Единственное, что... Знаешь, вот смотришь на состав Форс и не хочется верить про какие-нибудь там дизбанды. Знаешь, вот это вот все. Ну, такая семейная, знаешь, дружная команда максимально. Хочется все эти мысли откинуть. Но... Понятное дело, что если долгое время что-то не будет получаться, то команду будут ждать изменения. Какие-либо... Ну, пока непонятно какие, но в любом случае они будут. Если долгое время будут преследовать неудачи. Вальдо будет закрывать здесь игроков. Что такое? Ну, так. Поехали. Ну, все-таки только одного. Слушай, может быть, сейчас на пистолетах заберут. Два девайса же появилось. Можно попытаться. Там граната сейчас взлетит под парочмер. Ой-ой-ой, манту там уже. Манту божит, манту божит. Там все. Там все. Ты посмотри, что там делают снайперы. Девятнадцать три. Четырнадцать шесть. Пятнадцать семь. Одиннадцать три. Девятнадцать три. Десять четыре. И самый нормальный счет только у Окси Пауэра. Семь четырнадцать. И шесть тринадцать уже. Это остальное. Четыре два. Четыре фрэма. Четырнадцать ноль, но... Один, может быть. Хотя бы. Не знаю. Ну, тут уже какие-то моменты отчаяния как будто наступили. Я расстроился, кстати, что так вот рамки не сыграли, которые я предложил. Я думал, что здесь то ли его скажут. Я хочу деть то ли теперь написать. Дядя Толя, почему ты не сыграл? Он-то не слышит на тебя. Он не смотрит. Понятно. Поэтому ты... Если что, ему в контакт потом. Черкани это послание. Ну что? Четырнадцать ноль. Последний раунд первой половины. Друзья, все очень плохо. Вы это видите прекрасно. Все прям очень-очень грустно. Я уж не знаю, что там у нас. Какие ставочки были. Какие пари были заключены. На этот трейнер, наверное, тотал больше какой-нибудь тоже. У вас тоже плохие новости. Вот. Поэтому, ну, не забывайте про наш, друзья, париматч. Понятное дело, что предлагают стопроцентный бонус к первому депозиту. На сайте париматч.руссалка находится в описании под трансляцией баннер, по которому вы точно не промахнетесь, потому что он большой. А что если это исторический матч? После которого дисбанк или что? Нет. Ну, исторический в чем? Сейчас 14-1. А, камбэк. И камбэк с 14-0 до 16-14, либо хотя бы до допов. И там победа команда. Ну, давай. Давай. Сладим, валим. Посмотри, 3-2. 3-2. Может быть, наконец-то, первый раунд для команды Форзе. Манту остается вдвоем. Манту. Понимаешь, что на тормозах никого нет. Время тикает, ребята, что надо чуть побыстрее играть. Команда OG. Хайскрек в упоре играет под коном. Кси Пауэр закрывает манту. И Алмазера закрывает камбэк. 41. Вот, вот. Ну, хотя бы не в ноль. Бенедикт Камбэкчус. 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 Ну, мы, конечно, ждем, но в любом случае. Ну, надо вам говорить. Надо говорить ли вам, ребята, что пистолетка здесь очень важна. На серьезных лицах причем. Да, да, да. Пистолетка очень важна, ребят, с нее начнется камбэк. Пока нет, пока все очень грустно. Для того, чтобы здесь начался камбэк, здесь нужно увидеть счет примерно 14-10. Ну, это вот как минимум 14-10. И потом уже там экономика будет сломана. OG будут там паузы бесконечно брать. У них там ничего не будет получаться. И вот это вот все. Но пока 14-1, друзья. Пока 14-1. Ну, сейчас пистолетку возьмут и все. Ну, в смысле фарзы. И камбэк. Ну, поехали. Ладно, смотрим, что придумает команда OG. Натан Шмидт на сотке. Один игрок под зелью, хоть другой попдок. И, ух, Джерри. Один выстрел, одно убийство. Профессионально. Ну, дальше смотрим пока за большинством команды. Форз в защите. Номер третий. Алексип стоит у нас на гранатах. Хой, надкидывает первый смог. Куда этот смог летит? Пока смог не видно. Под коннектор, наверное, куда-то. Нет, под попдок летит. Смог и под флешки выпускает свой тиммейт. И в итоге зелень тоже напрягается одним игроком. Это и самурат. НБК уже за шестым. По нему есть информация. Попадает под Джерри. Очень неприятный ему. Говорит информация. Свой команды был один low HP. Минус еще один. НБК. Но Джерри все-таки по нему поработал славно. Два в четыре. Алексип у нас с бомбой на позиции Олафа. Здесь его уже выжидает. Флит. Тихо, тихо. А Фейскрэк с флитом погибают. Джерри и Ксе пару вдвоем остаются. Два в четыре ситуация. Два моментальных минуса. Просто два моментальнейших минуса. Дальше. Ксе. Хорошо. Фалик себе отыгрывает. Иса последний. Иса забирает Джерри. Ситуация один в один. Главное не отдавать вот это. Главное не отдавать вот это. И это, понятное дело, не отдали. Хорошо. Выдыхаем. Выдыхаем. Друзья, пистолетку взяли. Но взяли мы ее с трудом. Прям с большим трудом. 2.14. Ну и сейчас у нас что? Полноценная эко, да? Да. Полноценная эко. А там уже дальше посмотрим. Ну поехали. Поехали. МП-5. МП-хим. Ну и два Фамаса в защите. Форзо в этом раунде. Здесь же только... Тест это. Эээ. На попдоге. Вот такой минус есть. Олексиб забирает себя на формилку. И теперь формилка и Диггл есть в атаке. Ну хотя бы бомбу поставить было бы неплохо. Но нет. Фейскрэк с алмазером говорят, что здесь закрыто. Манту, кстати, бомбу-то походу поставят. А Манта переворачивает табличку на открыто. А Олексиб сейчас еще Джерри выдает, да? Эй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это может быть опасно, если бы Олексиб забрал Джерри. Не подбирается. А с каких пор понерфили радиус подбора оружия? Потому что я реально вот играю сколько, и каждый раз нужно прямо вот на него вставать на это оружие. Чтобы его подобрать на Ешку. Габен, что ты там крутишь? Кроме котлет, конечно, на пальцах. Не имеет денег. На каждом, так знаешь, чук-чук-чук-чук-чук. Котлет-тосы. По-сто-батински. Так и есть. Не, ну факты, да. Это факты. Так, друзья. По итогу-то у нас с вами что? Правильно, по итогу у нас с вами пока что... Третий раунд от Force. Но это первый пай от OG. И OG, по-моему, сейчас на очень такой хорошей агрессии. Хотят все это дело очень быстро закончить. Не дать в себя прийти просто команде Force. О-о-о-о! Пацаны, вы куда? Олаф отачекнуть. Ну нет же информации. Ну чекните ты фолт, пацаны. Ну а если он первым темпом по хорошему спауну пробежал на ноге? О, боже. Солмаз минус Джей. Что это такое? Ну где прочек, пацаны? Где он? Где прочек? Ну не было инфы по Олафу. не было я не знаю почему ну как такой возможно грома ну как-то возможно алексей что они сэйвить уходит но понятное дело нас еще рано денег нет я предлагаю пацаны потренировать да нет мне кажется они просто так пропали мне кажется на этот матч пацаны ваши бабки захоронили наверное да но это 15-3 дорогие друзья и целых 12 матч-поинтов коллектива у джейн напомню что выиграли 16 11 нюк выбор команды порзы пока ведут 15-3 на своем выборе кар ну и что громов теперь ну что теперь 12 матч-поинтов как отыгрывать ну проиграли проиграли чё бухтить то что ладно смотрим за командой джи которая летит к сам 16 раунда или же фарзы который попытается четверок все-таки забрать здесь агрессия от все power есть минус бики неплохо это неплохо то есть правда разбивку смоки шьет душ тут это вообще кто как почему он смоки убивает постоянно надо райзу написать короче еще на 1 снял манту какие-то джампи все читера вообще жизнь ну и 4 в 4 а чё бог хотеть убил смог и убил ну да точнее зашил зашил смог и зашил так ладно 4 в 3 там валю на все-таки нашел минус и это хьюстон проблемы манту находит минус по фейскраку ребята ребята форс форзевич и пацаны ну давайте давайте может поборемся давайте сделаем грязищу как старые добрые пацаны пацаны уже проиграли